Всем добрый вечер всем. Мы, как всегда, стараемся следить за тем, что происходит в Израиле, реагировать. И будем надеяться, что наши занятия помогут улучшить установку хотя бы на один миллиметр, на полмиллиметра. И хотел бы, кроме всего прочего, посвятить сегодняшнее занятие своей жене, которая ушла из жизни 9 числа месяца Тибета. И это вполне логично, потому что тот материал, который мы с вами сегодня будем смотреть, которым мы будем пользоваться, она вложила в него очень много для того, чтобы привести в порядок с точки зрения русского языка и убрать все противоречия, которые часто возникают, когда пользуешься многими комментариями. И поскольку мы с вами стали говорить об каких-то актуальных моментах, то я бы сегодня хотел взять первую главу из пророка Ихискеля. И если она нам даже не поможет выявить какие-то конкретные моменты, их причины из нашей жизни, то она поможет взглянуть нам на всю историю еврейского народа и на мировую историю с точки зрения, если так можно сказать, движения души. Первая глава книги Ихискеля, она считается самой трудной, и она называется «Масса меркава». Изучение, можно сказать, колесницы. Меркава можно перевести как колесница, а можно перевести как составные части, что-то муркав. В любом случае, та пророческая картина, которую получает Ихискель, она говорит о принципах управления миром, как Всевышний управляет миром. Эта картина считается еще более сложной, чем картина творения, те принципы, которые были заложены Всевышний в мир при его сотворении. Картина управления, она еще более сложная. Мы с вами... Представляется, что даже знакомство с этим материалом, оно очень важное, и хотелось бы это в какой-то степени, ни с кем не вступая в конференциацию, ни в коем случае, в какой-то степени противопоставить тем каббалистическим изысканиям, которые ты часто встречаешь в разных кругах, и в том числе и в интернете. Тут представляется, что каббалистические знания, они часто превращаются в нечто математическое, в формулы, которые лишены содержания, лишены такой, если так можно сказать, физической нагрузки, как иногда математика занимается формулами, а физическая картина, она ускользает, интерпретация физическая, она ускользает. И в любом случае изучение пророков – это очень-очень важный момент. Я напомню причины, по которым было дано это пророчество. Ихскельбен угнан в Бавиль, в Бавилон, царем-навухудный царом за 11 лет до разрушения храма, и за 6 лет до разрушения храма он начинает пророчествовать в Бавиле. Он угнан вместе, примерно, можно сказать, с 30 тысячами сыновей Израиля, которых новохудный царь поселил на берегу реки Прант. Они не были превращены в рабов, были свободными людьми, смогли развивать свои хозяйства и строить свои города. Так сказать, во главе изгнанников был царь Ихония. Первые изгнанники, они надеялись, что они вернутся в землю Израиля. Они знали, что сыновья Израиля вырушила, и готовят восстание против новохудного цара. Надеялись, что это восстание победит. У них будет возможность вернуться в Ирушалай. Их совершенно не привлекала жизнь на чужбине. И мы с вами знаем, что Ихскель живет в городе или около города, который переселенцы назвали Тель-Авив. Тель – это холм, весенний холм. И все то, что мы знаем из археологических раскопок, из археологических данных, все поселения сыновей Израиля в Тель-Авиве назывались холмами, то есть каким-то разрушенным местом. Мы живем на разрушенном месте. Хотели сказать изгнанники, мы невидимые, не собираемся здесь ничего строить постоянного. Все наши помыслы вернутся в землю Израиля. Первые знанники принесли с собой изгнание Ихони, о котором мы говорим. И знанники принесли с собой землю и камни из земли Израиля и построили большой битнесет, синагогу, в месте, которое называется Нардеа или Уцаль, на берегу реки, на берегу реки Брат. И обстановка сложилась очень сложная. Очень сложная. Есть самые разные мнения и самые разные взгляды на жизнь. И есть надежда вернуться, есть надежда, что восстание победит. И есть немалый элемент отчаяния, который обладевает изгнанниками, потому что, скажем, мы сегодня, у нас есть исторический опыт изгнания, и мы как-то можем представить себе, что мы возвращаемся из изгнания. У них не было исторического опыта изгнания, и многим было очень тяжело и трудно. Им казалось, что Всевышний отошел, отдалился от мира и отдал сыновей Израиля в руку царей. Вот именно для того, чтобы противопоставить этому распространившемуся мнению среди сыновей Израиля, что Всевышний отошел от мира, как Ихискет говорит впоследствии словами сыновей Израиля, «Азаб, зачем это говорит? Оставил Всевышний землю». Для того, чтобы противопоставить этому мнению, этому представлению, дается вот эта картина, пророческая картина управления Всевышним, как Всевышний управляет миром. И из нее вытекает, если так можно сказать, человек может быть как бы может своими глазами представить, что воля Всевышнего распространяется повсюду, все происходит по его воле. И даже те силы, которыми обладают цари мира, которым удалось поработить, как на выходной цару, скажем, не поработить, а угнать со своей земли сыновей Израиля, и те изгнания, которые, возможно, в будущем придут еще на сыновей Израиля, и, скажем, сыновья Израиля подвернутся этим изгнаниям, цари, которые угонят, или которые будут властвовать, в дуловую землю угонят, или будут властвовать над ними, все эти силы, все они непосредственно управляются Всевышним, и они зависят, так сказать, от движения души сыновей Израиля, от их духовной высоты, от их представления о мире, от их морального, если так можно сказать, от степени их моральности, и от степени привязанности ко Всевышнему, готовности служить ему. То есть движущая сила – это Всевышний, и он управляет всем, и управляет в зависимости от состояния сыновей Израиля. Еще небольшое введение. Мы сейчас будем с вами говорить о пророческой картине, в которой, скажем, главным элементом являются ангелы. И здесь нам нужно с вами представить, что такое ангел. Я бы сказал, скажем, что пророческая картина – это не то, что существует реально, это как бы речь Всевышнего, речь бывает разная, бывает речь, бывает слово, бывает речь, когда человек что-то пытается выразить жестами, бывает художественное произведение, которое можно назвать речью. Вот один из мудрецов, учеников Равкуга сказал, что речью называется «Все то, зачем открывается некоторый смысл». Но, скажем, не вдаваясь в философские моменты, можно сказать, что пророческая картина – это объяснение пророку в образах, которые создает Всевышний для пророка, чтобы пророк понял те или иные принципы управления миром, или что произойдет, или те или иные проблемы, которые есть у сыновей Израиля. Можно сказать, что ангел – это сила, сотворенная Всевышним, которую он непосредственно держит в руках и управляет ним. И вот он дает ее пророку как образ. Ангел может быть образ человека, может быть образ с какими-то элементами животного какой-то, представляется Эхискеэлю. Но ни в коем случае это не нечто реально существующее, не творение, которое ходит и передвигается. Это образ, каждый ангел – это образ силы, который Всевышний управляет миром. После этого введения давайте мы с вами откроем текст и попробуем погрузиться в нашу главу, соприкоснуться с пророчеством Эхискеэля. «И было в 30-й год, в пятый день четвертого месяца, а я был среди народов из знаний на реке Кевар, раскрылись небеса и увидел я образы, отображающие свойства всесильного». Можно так сказать, образы, не можно сказать, просто образы всесильного, образы, посланные всесильным, или образы, отображающие свойства всесильного. 30-й год – это 30-й год, который Эхискеэль считает от последнего Йогэля, который соблюдался с анабьями Израиля в период правления царя Йошиягу, объединившего два оба царства, и северное и южное. И на 18-м году его правление был Йовэль ознаменованный тем, что он собрал сновей Израиля, взял с них хляпу и так далее. Но в любом случае, сейчас не вдаваясь подробностей, это 30-й год от очень важного события последнего Йовэля 50-го года, который соблюдался на 18-м году царя Йошиягу. В пятый день четвертого месяца мы понимаем, что это пятый день Томуза, четвертый месяц, мы считаем, месяц от Ниссана, и четвертый месяц – это Томуз. «Я среди народа в изгнании», говорит о себе Ихискель, на реке Кивар. Кивар с исторической точки зрения, с точки зрения того, что мы знаем из раскопок, и тех средних, которые мы знаем о Бавеле, столице и царстве, и столице царства Бавель, это канал, который был один из основных каналов, прорытых возле столицы Бавели, входящих в нее, пересекающих в нее. канал, который был снабьем Израиля, известен как Кивар. Одновременно есть в этом слове и намек. Здесь можно увидеть слово «квал». Кивар, Квал – слово, которое говорит о том, что что-то было уже раньше. Квар указывает на какое-то предшествие. И говорится, что это слово намекает на то, что Ихискель, почему ему дано было право и силы пророчествовать в Бавеле, потому что он уже начал пророчествовать в Иерушалайме. Земля Израиля – это единственное место, где дается пророчество. Но вот мы видим, что Ихискель получает пророчество в Бавеле. И есть два объяснения, что он пророчествует, когда он стоит у воды, у реки Прат, который является границей, как мы помним, Святой Земли. Это видно из того, что было обещано Врааму. И вот намек кивар, что он уже начал пророчествовать в Иерушалайме. Какие пророчества он произносил в Иерушалайме, мы не знаем. Но мы знаем, что Ихискель относился, так сказать, к высокой интеллигенции в Иерушалайме, был коверном, служил в храме и, наверное, предполагал всю жизнь провести в такой духовной сосредоточенности, служение в храме. И вот тут на него обрушилось это изгнание, и он нашел, так сказать, себя в Бавеле. Теперь мы с вами продвигаемся дальше. Слово за словом раскрылись небеса и увидел я образы всесильного, скажем, раскрылись небеса. Тут можно представлять себе такой момент, что небеса, они не находятся, не находятся где-то. Скажем, мы поднимаем свои глаза, мы видим синеву, нам кажется, что небеса где-то там далеко. Мы не будем говорить о древних представлениях, когда представляли себе некоторые хрустальные сводки от небеса. Небеса с точки зрения Торы и особенно с точки зрения модульцов, как они подчеркивают в трактате Хагига во втором Переке, небеса – это перегородка между духовным и материальным миром. Верхние воды, которые отделяют небеса от нижних вод, верхние воды – это духовный мир, и нижние – это материальный мир. В трактате Хагига говорится, что небеса образованы из двух слов Шам, 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 Маим, Шам, Маим – там вода. То есть некоторая вода или некоторое подобие воды, духовный мир, он находится всегда там. То есть у него нельзя дотянуться рукой. Каждый раз, когда ты протягиваешь руку, пытаешься схватить, то есть придать какую-то реальность или объяснить духовный мир через какие-то материальные образы, материальные субстанции, он всегда отдаляется. Также к понятию небеса, Шам, Маим и Ракия относится книга «Зор», и очень интересно посмотреть, как она описывает небеса, но чтобы не разбрасываться, мы оставим это на другой раз. Теперь мы понимаем, что раскрылись небеса. На языке пророка это означает не то, что открылись какие-то двери, какие-то ворота, и он где-то там далеко, за каким-то хрустальным слодом, он увидел какие-то образы. Нет, раскрылись небеса – это упала, так сказать, граница между материальным и духовным миром для пророка, и он начал воспринимать духовный мир непосредственно, все, что открывает ему Всевышний. Это называется раскрылись небеса. Пятый день того же месяца, это пятый год изгнания царя Ихонии. Мы видим, как мы с вами сказали, Ихескель начинает пророчествовать на пятом году изгнание царя Ихонии. Это же изгнание Ихескеля, который был пригнан в Бабель вместе с царем Ихонии. И было, как уже было раньше, заговорил Бог с Ихескелем, сыном Бузе, Каеном, в земле Каздим, у реки Кивар, и была на нем там рука Бога. Рука Бога всегда говорит о том, что есть какое-то давление на пророка, ему дается сильное пророчество, которое он, может быть, не совсем готов воспринять. Обычно Всевышний дает пророчество, которое пророк готов воспринять. Но иногда, как бы, доза, так сказать, возможного, она несколько превышается. И тогда говорится, что действует на пророка ложится рука Всевышнего. «И увидел я, вот бурный ветер приходит с севера, и он гонит большое облако, а внутри облако огонь, пылающие сияние вокруг этого облака, а из него, из огня, как будто сверкание». Сверкание здесь непереводимое слово, которое есть в тексте. Сверкание просто условно как бы его обозначает. Это слово, слово «хашмаль». Все, конечно, хорошо знают, что слово «хашмаль» сегодня означает электричество. Так вот, это слово, оно заимствовано отсюда, из книги Хескьеля. Есть некоторое свечение, неопределимое, которое, по-видимому, известным пророкам, иначе бы и Хескель не говорил о нем, не употребляло это слово как нечто известное. Мы вернемся к началу. Бурный ветер приходит с севера. Здесь можно по-разному посмотреть на вещи и по-разному интерпретировать. Наиболее четкой и близкой, я бы сказал, к сущности интерпретации представляется подход Раби Каплана, который говорит о том, что здесь описывается, как пророк входит, скажем, в пророческое состояние, что само по себе интересно. В скобках можно заметить, что пророчество является очень таким сильным моментом. В принципе, можно сказать, пророчество – это разговор Всевышнего с человеком. И, в общем-то, ради диалога был сотворен мир. И само к себе пророчество оно является в некотором смысле, а, может быть, и даже в прямом смысле оно является целью творения, диалог. Прямой разговор со Всевышним. Все народы отрицали то пророчество, о котором говорят сыновья Израиля. Пророчество – это прямой разговор с Богом или прямой разговор конечного человека с бесконечностью. И это противоречит всем, скажем, логическим понятиям. И особенно философия, скажем, Аристотель и другие философы, Платон, и в том числе можно сказать более поздний эпох просвещения Камт, они отрицают возможность пророчества как прямого диалога человека со Всевышним. Так что пророчество – это некоторое такое понятие еврейское, сыновей Израиля, не характерное для других. То есть, как всегда, можно говорить о пророчестве, можно пользоваться этим словом, можно говорить и о пророках конкретных, и о еврейских пророках, можно рисовать пророков так, как их рисовал Микеланджело на потолке Сексинской капеллы. От этого понятие пророчества не переходит, не становится понятным другим народам и как бы не уходит из среды еврейского народа, не переходит к другим народам. Пророчество как прямой диалог конечного и бесконечного, оно остается таким моментом парадоксальным. Вся, как бы я бы сказал, весь иудаизм и вся еврейская психология настроится на парадоксах, и поэтому пророчество как один из парадоксов, важнейших парадоксов, он остается в пределах еврейского народа. То, что еще можно сказать, и то, что отмечают ряд комментаторов, в частности, да, отцов Рим, что пророчество это очень сильный момент для человека, для любого человека, момент притягивающий, момент возвышающий. есть люди, которые, есть пророки, которые часто пророчествовали, и к ним Всевышний обращался, они, так сказать, выходили часто на контакт, условно говоря, со Всевышним. Есть люди, которые получали пророчество один-два раза в жизнь, и когда человек вот так вот получает один раз пророчество или два раза получает пророчество, он всю свою жизнь ждет, живет в ожидании нового пророчества, настолько сильный, настолько высокий момент, настолько наполняющий, возвышающий человека, что весь окружающий мир, он как бы блекнет перед лицом этого пророчества, и он живет и ожидает пророческого видения. Ехескель, как мы понимаем, был одним из сильнейших пророков, и пророчество ему давалось и не раз, и не два, и те пророчества, которые описаны в его книге, это сильнейшие моменты откровения. И теперь, возвращаясь после этого отступления, мы попробуем представить себе, что происходит здесь. Бурный ветер приходит с севера. Прежде всего, бурный ветер. Правий Каблан описывает это как начальное состояние перехода от обычного состояния человека к пророческому состоянию. Человек еще не оторвался от материального мира, но его чувствительность, его способность воспринимать окружающий мир, она усилилась в тысячу, может быть, в миллион раз. И окружающий мир, для того, чтобы он мог воспринять, так сказать, тонкий духовный мир, но вот он еще не оторвался от материального мира, и материальный мир начинает гудеть. Как мы представляем себе, если пролетит муха, она покажется человеку входящему в пророческое состояние реактивным самолетом, гулом реактивного самолета, который проносится над его головой, весь мир начинает гудеть вокруг него, он слышит шум бури, который трудно разобрать. Любое слово, как гром, который раздается возле него, он уже не может понять это слово. И вот этот момент очень трудный, момент перехода, с которым мы сталкиваемся несколько раз в пророческих книгах. И вот в этот момент окружающий мир для него становится похожим на большое облако, то есть начало отрыва от материального мира, психологического отрыва от материального мира, он стирает те материальные образы, которые пророк до сих пор видел перед собой, для того, чтобы начать воспринимать духовные образы. То есть все расплывается, он как в тумане, как в облаке, который охватывает его, который принес ветер, который гремит. Тут можно оговориться, я думаю, что это понятно, что когда пророки начинают говорить о духовных моментах, о духовных субстанциях, о духовных образах, они часто, как здесь или вообще, может быть, всегда, пользуются обычными словами, которые получают совершенно другую нагрузку, семантическую нагрузку. Это то, что происходит здесь. Ветер. Но это не ветер, это как бы рев материального мира, который пророк начинает воспринимать, потому что его чувствительный мир, его восприятие, чувственное восприятие обостряется. Большое облако. Это не облако, это просто все расплывается. Образы и как бы самый материальный мир, который вокруг него начинает как бы плыть. Внутри облака, внутри облака огонь. Огонь, как мы и... Это также как бы продолжение духовного воскрешения, отрыва от материального мира. Мы представляем себе, что огонь, он как бы может восприниматься, как движение души, ее стремление оторваться от материального мира, как огонь сжигает все материальные образы. Также и, скажем, у души есть такое свойство, врубануться куда-то высоко в духовный мир. И вот здесь, после того, как материальный мир начинает плыть, просыпается свойство души, оторваться от материального мира совсем, как бы мысленно сжечь его, если так можно, на пылающий, здесь можно перевести вспыхивающий огонь, как бы вспышки огня. И сияние вокруг этого облака, мы можем к этому сейчас вернуться, для нас сначала понять, чем вызвано это сияние. А из него, из огня, как бы сверкание, как мы сказали, хашмань. То есть мы... Один из моментов, который Ихискель понимает, что духовный мир, он не находится где-то за небесами, за тем сводом, который мы себе представляем, как когда-нибудь где-то высоко, он повсюду, и он вырывается, и он вырывается как бы изнутри, изнутри материального мира, и из оглака огонь, и из огня, сияние хашмали, о котором мы сейчас поговорим. То есть если Всевышний постоянно управляет мир, если Всевышний постоянно, можно сказать, творит мир, начинает творение заново, каждое мгновение, то понятно, что божественная сила, творящая сила и управляющая сила, она не находится где-то за небесами, она не находится где-то за пределами материи, и она прерывается и изнутри материи. Если так можно сказать. Сверкание на иврите – это хашмаль, и это понятие, которым часто пользуются пророки, считается, что глубоко его разбирать нельзя, нельзя как бы подробно обникать это понятие, но в общем можно сказать и охарактеризовать, что понятие слова состоит из двух – хаш и маль. Это молчать и говорить. Мелель. Маль, мелель, хаш – это молчать. Простое официание, которое дает Гемара, тот же трактат Хагига, что это свечение связано с ангелами, и когда Всевышний говорит, то ангелы молчат, а когда Всевышний замолкает, говорят ангелы, так видит пророк. Но мы понимаем, что есть разные уровни объяснения, и мы можем сказать с вами, что творение, оно происходит словом, и оно происходит из ничего. И, скажем, тот цвет творения, который мы все можем представить, он всегда где-то на грани слова и на грани того, что невыразимо словом, то, что можно, если так можно сказать, передать молчанием. Как говорят в музыке, имеет значение не только звучание ноты, но и пауза. О подобном же явлении, которое переживает или с которым соприкасается пророк, говорит Ильяву Наби, когда он стоит, когда он убегает в пустыне Синай, добирается до горы Синай и стоит перед Всевышним на горе Синай, в той же пещере, где стоял и находился Маше, на Всевышний проводит перед ним также как бы весь материальный мир, силу материального мира, и огонь, и гром, и говорит, что в этих материальных аспектах нет Всевышнего, что нельзя Всевышнего представить через эти материальные аспекты. И в конце концов подводит Ильяву Наби к тому, что он, если так можно сказать, слышит кольд Мамадака, он слышит голос, голос тишины. И мы понимаем, что тишина и голос, они как бы несовместимы. Если есть тишина, нету звука. Если есть звук, нету тишины. Так же, как если есть темнота, то нет света, если есть свет, то нет темноты. И здесь вот эта грань сотворенного и несотворенного мира, она выражается как кольд Мамадаха, как голос, я бы сказал, тонкой тишины. В том смысле, что в тонкой тишине. То есть пророка, он соприкасается с тишиной, которая может и на самом деле одно мгновение, оно моментально ломается. То есть, вот это, но в любом случае, вот это какое-то совмещение непонятное, парадоксальное, да, голос и тишины, о нем говорит Ильяву, и о нем говорит Ихискель, называя свет свечения изнутри огня, который в облаке, а из огня еще есть свечение, которое называется хашмаль, тишина и голос. Вот из него, из огня, подобие четырех животных. Да, можно упомянуть, сияние вокруг, да. Сияние вокруг – это сияние как раз вот этого света, который идет как бы из самых-самых глубин. И оно свидетельствует о том, что духовность, она все-таки сильнее, чем материя. Потому что облако, которое, скажем, оно относится вот к материальному миру, хотя этот мир уже теряет свои образы, начинает всплываться, но тем не менее мы понимаем, что облако – это еще тот момент, который пророк должен преодолеть для того, чтобы соприкоснуться с духовным миром. И вот он видит, что свет, духовный свет, высокий духовный свет, он пробивается через облако и окружает его как сияние. Это свидетельство того, что духовность по своей природе, она сильнее материи. И это также очень важно для Ихискеэля и тем более для его поколения. То есть, когда мы видим, что материальные силы и особенно, скажем, народы мира как представители материальных сил давлеют над сыновьями Израиля, поглощают их в изгнании, и не видно никакой надежды, есть декларация вот такого момента, что духовность, она сильнее материи, а свет всегда-всегда пробьется, и он будет определяющим, а не материя. Это то, как бы, сияние, которое на юриде называется нога, сияние окружающее облако, результат того свечения, которое исходит из середины самого огня. И из него огня подобие четырех животных, и это вид их, у всех у них облик человека. Четыре лика у каждого из них и четыре крыла у каждого из них. И ноги их, нога прямая, окончание ног их, как копыта конечностей тельца. Несколько такой вольный перевод для вас, просто чтобы сократить объяснение. И блестят они, ноги, как отполированная медь. Теперь, что у нас здесь происходит? Мы сейчас, чтобы нам понять, вот еще два предложения. И руки человека под крыльями их, с четырех сторон их, и лица, и крылья у всех четыре, соединяются одно с другим крыльями их, и не сворачивали они с прямого пути при движении своем. Каждый шел, куда было обращено лицо его. Хорошо, давайте постепенно, может быть, я зря так разбежался. У нас есть четыре лика, прежде всего мы разберемся с ними. То есть мы видим, что из огня, как и Хискель скажет потом, как вспышки возникают четыре лика животных, которые находятся там, в огне, там же, где вот этот свет, свет хошмаль, свет невыразимый, свет на грани речи и молчания, а тут же вырываются лики животных. Они как вспыхивают, как блеск молнии, и тем не менее он может их рассмотреть и четко их видеть, видеть их движения. Почему? Мы потом попробуем с вами посмотреть. Сейчас представим себе, что вот эти животные, они возникают из самого центра видения, и пророк может их видеть четко. У них у всех облик человека, то есть с разных точек зрения. Прежде всего у них как бы тело человека, мы видим, что у них ноги, нога прямая, то есть у них нет четырех ног, у них есть некоторое подобие тела человека, и это то, что прежде всего говорит, что у них облик человека. Дальше попробуем посмотреть, что значит облик человека еще и в других смыслах. Четыре лика у каждого из них и четыре крыла у каждого из них. И что же это за лики? И лики их. Вот сейчас, да. Сейчас мы найдем с вами. Сейчас, секунду. Так, да. Мы... Секунду. Хорошо, просто чтобы сейчас не сбиться, мы скажем так, что в дальнейшем проявляется, что эти четыре лика, которые видят Ихискель, это, скажем, это лик льва, лик быка, лик человека и лик орла. лик льва он видит от себя справа, лик быка он видит от себя слева, орел как бы посередине, несколько и сзади от него, а лицо человека, оно также посередине и обращено больше к Ихискельу. О чем говорит эта, как бы, структура? Эта структура говорит о, как бы, глобальной такой модели, о глобальной модели мира. В каком плане, скажем, можно посмотреть по-разному, представить несколько по-разному, но можно пытаться представить себе так, что все, что есть в мире, или, скажем, все движения души, которые есть в мире, и они определяют то, что происходит в мире. Это движение приближения ко Всевышнему, и это движение удаления от Всевышнего. Приближение ко Всевышнему не всегда может быть положительным, и удаление от Всевышнего не всегда может быть отрицательным. Есть, как говорят, присутствует всегда средняя линия, которая, так сказать, попытка совместить эти два момента удаления и приближения ко Всевышнему. И есть некоторая такая глобальная объединяющая картина. Для того, чтобы, скажем, представить себе эти лики, нужно спуститься, так сказать, на другой метафизический уровень. Скажем, тем, что мы занимаемся, я бы назвал это метафизикой, то есть поиск смысла, поиск смысла образа, который дают пророки, который здесь дает Ихисхель. Образы, они имеют несколько уровней. Можно рассматривать образы на уровне неживой природы, можно рассматривать образы на уровне растительного мира и можно рассматривать те же самые образы на уровне животного мира. Здесь Ихисхель дает нам эти образы на уровне животного мира. А мы, скажем, на секунду спустимся как бы параллельным переносом, спустимся несколько ниже на уровень неживой природы, который тоже здесь присутствует, только неявно. И, скажем, мы представляем себе, можем легко представить, что огонь, он олицетворяет, символизирует стремление души оторваться от материального мира, сжечь как бы вокруг себя все, как огонь сжигает всю органику. И, скажем, губит живое, когда он полыхает, он является образом души, когда она хочет оторваться от материального мира, как бы сжечь все материальные образы и перейти только к чистым, так сказать, абстрактным образом духовного мира, рвануться, оторваться от материального мира. Противоположностью огню является вода, которая, как мы можем представить себе, не всегда, но в том плане, в каком нас она интересует, она дает жизнь. Вода как раз создает, если огонь сжигает, то вода создает органические формы, она, скажем, как мы представляем себе, она может наполнить любой сосуд, то есть принять любую форму, и она является жизненной силой для растений. И поэтому вода у пророков и, может быть, и в Торе, она символизирует такое движение души, стремление ее к материальному миру, к материальным образом, к постижению материального мира, а может быть, иногда и к постижению духовного мира через материальные образы, но в любом случае вода – это не отрыв от материи. И воздух, он как бы всегда мечется между холодным и горячим, между водой и огнем, он пытается соединить две эти тенденции, две эти линии, одна направленно вверх, другая направленно вниз, и вот как бы воздух, он пытается соединить их. И если мы представляем себе, как бы можем перейти к образам животного мира сейчас, то мы представляем себе, что лев, он, если так можно сказать, похож на огонь, он разорвет, растерзает все живое, и поэтому он в образах животного мира, он параллелен огню в образах, которые строятся на неживом мире. Сейчас мы остановимся, можно будет обсудить, еще одна секунда. И бык, он символизирует воду, он тягловое животное, которое использовалось не только для пахоты в древнем мире, а на строительстве, как бы при помощи быка создается материя, вот если так можно сказать образно, да, и орел, он, естественно, символизирует ветер, а лицо человека, оно является обобщающим, является обобщающим, которое как бы совмещает в себе все эти моменты, или, скажем, пытается совместить их, слить в одном единое целое. Мы здесь сейчас остановимся, потому что у нас не хватит времени, постараемся продолжить в следующий раз. Если есть какие-то вопросы, то я готов постараться ответить на них. Еще раз со своей стороны хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, это азбука, здесь дается азбука духовного мира, потому что у всего должны быть свои четкие границы и образы, прежде чем он отправляется в какой-то вольный полет, возможно, это возможно с своего индивидуального воображения, пожалуйста, но нужно от чего-то отталкиваться. Вот это как бы духовный азбука, который здесь дается. Так я остановился, если есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить на них. Народ, вопросы? Можно? Можно вопрос? Да, пожалуйста. Значит, он касается стиха, который идет чуть ниже, но просто пока вы вертили туда-сюда, я его прочел. Да, понятно. То, значит, с одной стороны у них четыре лика, которые, надо полагать, смотрели в разные стороны. Да, когда? С другой стороны, каждый шел туда, куда обращено в лицо его. Вот это как понять? Мы не добрались еще, но... Да, я знаю, я предупредил... Мы можем сказать с вами, да, то есть он видит движение этих ангелов, они движутся, они движутся вместе, они не распадаются, да, и есть, то есть они возникают, вспыхивают как бы как вспышка, но он видит их движение. Иногда ведущим является лик льва, и все идет в левую сторону, туда, куда обращен лик льва, и никто не поворачивается, да, просто лик льва является ведущим в этот момент. Иногда все идет в противоположную сторону, и бык движется туда, куда смотрит обращен его лик, и все идут за ним, никто не поворачивается. То же самое можно сказать и об орле, и о лике человека, который смотрит вперед, да. То есть такое движение направо, налево, вперед и назад, когда структура не разрушается, никто не оборачивается, все лики остаются обращены в свою сторону, и только один из ликов является ведущим. Понятно, спасибо. Есть целый ряд моментов, которые просто на скорости я не успел упомянуть, но я надеюсь, что мы вернемся к этому и повторим, и рассмотрим картину еще более подробно. Пожалуйста, если что-то есть, спросите. Вы слышите, можно вопрос? Да, 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 пожалуйста. Скажите, пожалуйста, можно ли разложить или понять то, что описывается сейчас, вот эта картина, по четырем миров духовных, по Асия, Брия и Цера? Можно? Можно ли разложить? Скорее, можно эту картину перенести параллельно и увидеть ее в каждом из миров. Эта картина является как бы основополагающим таким шаблоном, на котором все можно построить. Брия, она будет иметь некоторые свои особенности, в Ицера свои особенности и так далее. Как бы, да, то есть никогда не говорят о, скажем, о разложении колесницы на миры, говорят о представлении колесницы в каждом из миров. То есть мы затронем это еще? Я надеюсь, да. Я специально, как бы, не... Наша задача понять текст пророка, а не переводить это в каббалистические термины. Понять, о чем он говорит, вот мне так кажется. Ну, посмотрим, пожалуйста. Я готов замечать, есть какие-то параллели. Да, можно вопрос. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот понятие мистики у нас. Мистика – это не еврейское слово. Значит, это переводится как сод. Или есть какие-то другие понятия, которые обозначают... Ну, мистика – это на самом деле какое-то болезненное такое явление психологическое, вот. А в еврейтии, по-моему, такого нет. Нет. Да. То есть это может быть типа метафизики переводится, или сод какой-то, да? То есть это обобщающие какие-то общие какие-то структуры мироздания. Но они никак не связаны с этим состоянием болезненным, мистика. Вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Вместо мистики надо было бы употреблять слово «пророчество». Пророчество, божественный дух, нахождение человека в состоянии пророчества и нахождение человека в состоянии, когда он воспринимает божественный дух на самых разных уровнях. Так что вы совершенно правы. и просто, как бы, к сожалению, чужая и чуждая нам терминология, она стала привычной, и она очень плотно вошла и прочно вошла. Да, она очень въедливая, понимаете? Начинают говорить об еврейской мистике, и все почему-то думают, что это похоже на что-то, на средневековую какую-то мистику, или на какие-то всякие... Да, есть совершенно ужасные исследования, которые начал в свое время, как вы знаете, Гершем Шолем. Это как бы евреям приписывают то, что они занимаются там чертями, нечистой силой и всякими образами сатана, которые у нас этого нету. Ни в Гемаре, ни в Медрашим. Приводятся какие-то еврейские сказки, которые вроде бы еврейские мамы, еврейские бабушки рассказывали своим детям. Какой-то еврейский фольклор не представляется. Это все какой-то выдумкой. У нас нет этого, у нас нет этой нечистоты, соотношения с разговором о нечистой силе в таком виде, как... Мне кажется, что мы далеки действительно от мистики, от мистических представлений. У нас есть пророки, к великому сожалению. Пророков мы очень мало учим, можно было бы сказать, вообще не учим. А учим каббалистические представления на уровне математики и иногда действительно на таком мистическом уровне, когда приписываются разным понятиям такие мистические приземленные очень понятия. То есть Агадот – это символические определенные такие конструкции, на самом деле образные. Вне всякого сомнения. Я посвятил этому вместе с женой светлой памяти, посвятил этому очень много времени для того, чтобы в комментариях пророков расписать Агадот, их смысл. Так в книге Малахим I приводится Агада, я бы сказал, на первый взгляд, совершенно ужасная, об царе Шламо и Ашмадайе, его сражение с царем Шламо с нечистой силой. Это Агада приводится в Талмуде, и она расшифровывается. Расшифровывается как психологический анализ, а не какие-то там, понимаете, мистические вещи. И, к сожалению, люди хватаются за внешнюю сторону, обвиняют сыновей Израиля, обвиняют Иудаиру в занятии нечистой силой, типа Ашмадай. Ашмадай – это не Ашмадай, это описываются проблемы самого царя Шламо в образе вот такой нечистой силы. Это проблема психологический анализ самого царя Шламо. Спасибо. Я постарался это расписать. Так что это существует в писанном виде на русском языке. Если можно, народ, что ты хочешь сказать? Спасибо. Я хотел, если можно, да, просто как бы твое соотношение, поскольку это как бы общий вопрос и связан с тем, что мы говорим, но он как бы не может быть не конкретно по этой лекции. Я думаю, что это в продолжении того, что Эмиль говорил. Вот мы как-то привыкли уже совершенно на одном дыхании просто это говорим и как бы и слышим, да. Хотя я первый раз, когда это услышал, меня это просто как бы поразило о том, что Бог, он заинтересован, если так можно сказать, в диалоге с человеком. Значит, это как бы вся идея создания этого мира, если так можно, создание человека, это как бы идея диалога. Ну вот, не знаю, идея диалога вообще, да, тоже, это же ведь как бы западная идея. Насколько в еврейской традиции, я просто сказал, сейчас, до того, как я задал этот вопрос, я пытался как бы вспомнить вообще слово «ду-сех», то, что мы говорим на современном иврите, где-то в традиции употребляется. Говорится, лихво-до создал, лихво-до, то есть все творения для того, чтобы прославлять Бога. Но вот эта идея вообще диалога, мне кажется, я не знаю, поправь меня, может быть, я не прав, вся идея диалога – это идея как бы модерна современного мира. Ни один правитель, который как бы должен был доказать свою власть и как бы власть над всеми, свое единоличие, да, он не был заинтересован в никаком диалоге. Он просто спускал приказания, и все его слушались. Диалог возникает тогда, когда какое-то новое понятие о том, что тебе чего-то не хватает, ты готов выслушать другую точку зрения, и тогда вы вместе приходите к какому-то шлемуту, понимаешь? Но вот как вот это вот перекладывается на то, что мы вот на одном дыхании говорим о том, что Бог заинтересован в диалоге, понимаешь, его диалог с пророгами, и там с народом израиля, с миром вообще. Вот это вот, есть какой-то соотно... Ты можешь как-то к этому соотнестись? Очень-очень-очень интересное замечание. Я бы сказал, что здесь опять же проблема в том, что нельзя параллельным как бы переносом перенести еврейское понятие или нееврейское понятие, а перенести еврейскую традицию. То, что, скажем, мир, вот я уже после твоей речи скажу, что условно говоря создан для диалога, это подвержается тем, что в еврейской традиции, скажем, еврейской традиции древней, которая идет от Авраама, мир делится, как мы знаем, на неживую природу, растительный мир, животный мир и на говорящего. То есть человек называется говорящим. Подчеркивается то, что он создан именно по образу и подобию. В каком смысле? Только подобный может понять подобного. Но диалог, ты совершенно правильно подчеркнул. Здесь диалог нельзя понимать как обычный диалог. Один сказал, другой ответил. Они поругались и в конце концов пришли к какому-то взаимному пониманию. Наверное, здесь все гораздо сложнее. Прежде всего, вот эта идея диалога, обращения Всевышнего к человеку, ее некуда деть, ее невозможно выбросить. Потому что мир сотворен словом. Он сотворен, скажем, не хлопком в ладони, не каким-то взрывом, большим взрывом, что тоже, может быть, имеет место, но в другом плане. Мир сотворен словом. Зачем? Что это такое? Дело в том, что все, что нас окружает и все, что с нами происходит, это речь Всевышнего, это обращение к нам Всевышнего на том или другом уровне. Человек, как мы помним, его первая задача была понять то, что создал Всевышний. Всевышний привел к нему животных и спрашивает, как ты их назовешь? И человек должен был увидеть творение Всевышнего. Это его задача. В этом как бы на такой первый взгляд диалог Всевышний дает человеку, а человек должен воспринять. Это восприятие может быть на самом разном уровне. Может быть, на поверхностном уровне, а может быть, на глубоком уровне. Вот Всевышний привел к нему животных и спрашивает, но говорит, что вот я здесь, что я такое сотворил. И человек смотрит и пытается понять, постичь то, что сделал Всевышний, и через это, может быть, не напрямую только, но костным образом понять и самого творца, понять его замысел. В этом вот как-то так вот на первый взгляд представляется диалог. Всевышний дает, а человек воспринимает. Но у человека, естественно, тоже может быть, во-первых, важное его восприятие, на каком уровне он сможет понять, на каком уровне он сможет воспринять. Во-вторых, у человека есть, естественно, своя реакция и своя просьба ко Всевышнему. Раши подчеркивает в начале своего комментария, что два рассказа о сотворении мира, и, как все хорошо знают, они несколько противоречат друг другу, что в первом говорится, что человек был создан в шестой день, а во втором говорится, что человек был создан раньше растений. И решение раньше такое, что растения были созданы раньше человека, но они не вышли из земли. Пока не появился человек, не обратился ко Всевышнему с молитвой. То есть мы, скажем, и поэтому нельзя назвать этот диалог на равных абсолютно. Но есть этот диалог, есть творение, когда человеку предлагается понять это творение, для того, чтобы в конечном итоге, не напрямую, мы понимаем, что человек Всевышний не связан напрямую с творением, не напрямую, но в конечном итоге понять Творца, как говорит пророк Ишаягу, поднимите ваши глаза к небу и посмотрите, кто сотворил это. Кто сотворил это? Ты не увидишь, глядя на звезды, но твоя задача – включить свои мыслительные способности, свои душевные и духовные способности для того, чтобы в конечном итоге представить себе Всевышнего. И это смысл диалога, как мы знаем. Люди могут говорить о разных вещах, но задача в диалоге очень часто, в высоком диалоге – это понять другого, понять его душу, понять его состояние. Вот такое соотношение говорящего и исполняющего, оно все время существует. Но то, что ты сказал, это очень и очень интересно. Мы еще раз видим, как слова не переносятся параллельным переносом из одной культуры в другую. Можно сказать, что молитва и учение Тора – это диалог, то есть, когда человек что-то просит в молитве и ждет ответа, или когда он учит и познает Всевышнего, то есть, тогда диалог между учениками происходит, но одновременно им открывается что-то. символически Всевышним отвечает чем-то. Их понимание, есть ответ Всевышний. Совершенно верно. То есть, если грубо так делить, то можно сказать, что Тора – это речь Всевышнего, обращенная к человеку, а восприятие Тора и молитва человека – это речь человека, обращенная ко Всевышнему. Мне кажется, что, опять продолжая то, что Эмиль говорит, дальнейшее развитие, то, что мы сейчас говорим, нашего диалога, очень интересно посмотреть, каким образом существует этот диалог в отсутствии прямого диалога. В отсутствии прямого диалога. Это да. Есть. Это да. Это прекрасно. Как существует диалог в отсутствии диалога. Я на наших занятиях еще раз убеждаюсь, что у нас очень такое древнее еврейское мышление. Государство Израиль. Государство Израиль. Огромное количество людей, которые не соблюдают Запад. Но это тоже диалог? Конечно, это диалог, но это большая проблема. Это большая проблема. То есть, в принципе, то, что еврейский народ существует без пророчества, это некоторая, так сказать, хедушь, некоторая новость с какого-то момента. Когда Шимона Цадик говорит, на трех вещах стоит мир, на торе, на служении и на милости, то он имеет в виду, что мир может устоять без пророчества. Это хедушь. Говорит Садам Ям Израиля, мы продержимся как-то без пророчества на торе, на хороших делах, на заповедях, продержимся без пророчества. В принципе, продержаться без пророчества очень-очень трудно. В еврейском народе всегда были пророки, и не один, и не два, их были тысячи в каждом поколении. И даже когда царь Минаше пытался истребить всех пророков, у него ничего не получилось. То есть, в его время пророчество у пророка Сфания. То есть, пророчество, оно неотделимо совершенно от нас, от торы, от нашей жизни. Невозможно представить себе сыновей Израиля без пророчества. К сожалению, мы это перестали ощущать, как иногда у человека не хватает чего-то очень-очень важного. Ему сначала больно как-то не по себе, а потом он забывает об этом. Но, в принципе, пророчество – это неотъемлемая наша часть. Мы к этому стремимся. Когда мы говорим о восстановлении храма, на самом деле, самое главное восстановление храма – это возвращение пророчества. Ну, это то, что можно сказать на одной ноге. Ну, вообще это слегка. Ну, вообще, конечно, потрясающе. Мне сейчас пришло в голову, что весь современный мир, да, ну, и мы в том числе, он весь построен на коннекшн. Если нет коннекшн, начиная с интернета, раутера, блютуз, вай-фай, все, человек ощущает себя. То есть вся идея в том, что надо быть обязательно соединенным. Но самого главного соединения при этом нет. То есть все говорят про соединение, а самого главного соединения нету? Нету, да. Можно при этом вспомнить откровение Блеза Паскаля, который говорил о том, что ему было пророчество и пророчество такого плана. То есть то, что он носил зашитым в одежде, с собой всегда текст, который он написал в пророчественном состоянии, как бы так, как он утверждает, я не говорю там. Но сама фраза по себе была очень интересна. Фраза была такая. Я бог Авраама, Исхака и Якова, а не бог философов. Да? Понятно. Просто есть горизонтальный диалог, а есть вертикальный диалог. Безусловно. Это горизонтальный диалог, который через все эти сети и всякое все, он никак не заменяет вертикальное диалог. Да. Это, может, более сложная геометрическая фигура, такая типа лента Мёбиуса, на самом деле, когда эти вертикаль переходят в горизонталь и так дальше. Мне так кажется. Есть, да. Окей. Я очень рад, что мы затронули очень важные вопросы и очень рад нашему диалогу, который мне, например, очень много дает. И я надеюсь, что мы продолжим с этой пророческой картиной. Она должна нас вывести на такой, кроме метафизического, должна вывести на исторический пласт. Да, посмотрю. Вот я очень надеюсь. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо огромное всем присутствующим. Спасибо огромное Раузею с молитвой о том же ситуации во всем мире и в отдельных частях, в том числе часть которой называется Святая Земля Израиля. Ну, все, наконец, как бы изменилось. Чтобы праздники были связаны с праздниками, а праздники не были связаны с убийствами, как-то вот непонятности, какие происходят у нас. Тоф, понимающие понимают и понимающие поймут. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Я жду уже следующей встречи с вами с нетерпением. Так что всего самого-самого доброго. Всем счастливого. Спасибо. Спасибо. Спасибо.